Приветствую вас! Избавиться, конечно, можно от панических атак, безусловно. Безусловно, можно избавиться. И дальше нужно, в том смысле, что это необходимо для вас. Иначе вы, понятно, будете страдать, иначе вы, понятно, будете постоянно переживать, иначе постоянно вам будет плохо. Вот. То есть это понятно, на мой взгляд. Вот. Всё. Вопрос, на самом деле, немножко в другом. Как избавиться? Вот это довольно серьёзная история, довольно серьёзная история. Вот. Потому что... Избавиться... Получается не всегда. Вот. Вот. А... Доставляет хлопот много. Вот. Очень много хлопот. Поэтому, я думаю, что... Сами... 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 Вы этого сделать не сможете. Вот. То есть вы не сможете сами избавиться... от... Своей проблемы. Вот. Ну, можете это сделать... Достаточно успешно с психологом. Вот. Это будет быстро. Это будет... Это будет... Комфортно... Для Вас. И не будет никаких... таких, таких, ну, сложностей, чтобы вы себя ещё больше напугали, да, как вы, как вы говорите, усугубили ещё больше, вот, смотрите, значит, история такая, история такая, паническая атака, паническая атака, сами по себе, а есть страх, то есть это именно страхи, это именно страхи, и страх, это всегда что-то, что-то что мы себе подавляем, если вы, если вы понимаете, о чём я говорю, то есть мы подавляем свои чувства, на свои желания, вот, мы запрещаем себе что-то, и по итогу это выливается в страх, потому что хочется чего-то, да, хочется, конечно, хочется. А мы можем себе это позволить? То, что хочется? Нет? Мы себе этого позволить не можем. И поэтому начинаем бояться. Поэтому мне кажется, что, вот, как вы говорите, да, что вы боитесь глотания теперь, вот. А я думаю, я думаю, что это вторично. Я думаю, что первично всё-таки именно ваши фобии, как таковые. Вот. Это фобии, это ваши фобии. Это ваши фобии, вы это чувствуете. И за ними кто-то стоит, у вас. Поэтому давайте мы с вами изучим, именно изучим, какие желания стоят у вас, у вас за этой истории. То есть вот именно за страхом. То, что что-то стоит, я даже не заснимаюсь. Вот. то, что вот что-то стоит. Я даже в этом не занимаюсь. Но вы не знаете этих желаний, этих желаний своих. Вам можно в этом помочь. Так что... обращайтесь за помощью. Поработаем с тем, что касается ваших страхов. Да? То есть увидим, какие желания за ним стоят. за этим страхами вашими. Вот. Или разобрав их. Вот. Вы избавитесь от страхов. только заметьте, пожалуйста, одну важную вещь. Я не веду речь о подавлении страхов. Я не веду речь о том, чтобы вы, ну, например, боролись с ним. Я веду речь о том, чтобы понять, что стоит за чувства. Чувства вашего страха. Чтобы вы увидели, что там. Чтобы вы поняли, что там. И для себя это были способны реализовать. только так можно вам помочь. К сожалению. К сожалению. Техники. Способы избавления от страхов. Да? Даже не избавления, а освобождения. Техник достаточно много. Серьезно. Есть быстрый. Вот. облегчение. Облегчение сразу. Но, соответственно, могут быть сложности в том, что это будет, ну, что может появиться рецидив. Ну, вот. Может быть и так, что, что будет хорошо. И что проблем никаких у вас не будет. Может быть и так. Но мне все-таки, мне все же кажется, что для того, чтобы вам помочь максимально эффективно, нужно проанализировать историю вашей жизни. Нужно посмотреть, где и как и что вы делали. Как и чем вы занимались. Вот. Ну, по своей жизни. Какие у вас обстоятельства Вашей жизни. И уже вот, исходя из этого, можно будет вам что-то рекомендовать. И, исходя из этого, вам можно будет, ага, ну, что-то, что-то советовать. Вот. Потому что, пока что, да, это ваш вопрос, он, к сожалению, очень, ну, такой. Очень общий, я бы сказал. Вот. Так что, можно, можно, помочь вам, можно избавиться, можно, все, все, все можно. Так что, конечно. Вопрос только в том, что вы хотите для этого делать. Чтобы готовы ли вы вкладываться. Вкладываться. Вот. Как вам правильно сказали. Придется потрудиться. Ну и результат будет хороший для вас. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.